теперь в принципе финальный этап сборки это совместить все метки ну и собрать механизм газораспределения хочу лишь показать я предварительно оба распредвала поставил верхнюю мертвую точку то есть шестой цилиндр идет рабочий так ну то есть вы воспламенение в данном случае здесь идет продувка стоят валы цепь цепи еще кстати не отсоединил ну не с кому-то не снял хочу лишь продемонстрировать то есть данная операция на этом двигателе выполняется спокойно точно без измерительного инструмента я лишь хочу продемонстрировать что я выгнал поршенью 6 1 6 в верхнюю мертвую точку и теперь проверим метку соответствует ли метка вон она от и он прилив на шкиве то есть соответствует ли одно другому теперь ну смотрим то есть я как обычно поставил здесь индикатор сейчас секунду я так возьму чтобы мне удобно было вот я его кручу в одну сторону то есть он пошел вниз теперь смотрите я его кручу в другую сторону и он до какого-то момента доходит потом опять вниз идет и вот догоняем его назад вот видите деление на микромета вот это вот и будет его вот верхняя мертвая . смотрим что у нас показывает наш ну в общем можно заметить что чуть-чуть есть маленькое малейшее расхождение между приливом и риской по т то есть грубо говоря риска находится между то есть ну метка находится между риской и буквой т но в принципе погрешность хочу заметить что шкив то здесь большой погрешность в принципе минимальная то есть это погрешность ну мерительного можно сказать инструмента то есть и конструкции диаметр большой и фактически метка выполнена верно вы смотрите его сейчас там много вот я его чуть-чуть назад вернул поставил то есть индикатор наш особо там то 5 микрон сдвинулся ну то есть в принципе принципе все метки соответствуют действительности то есть в принципе вы можете на своем бмв это дело не проверять ну вот она метка ну по пусть по раскрутишь но вот буквально но сейчас он стоит на метке то есть метка я же говорю то есть погрешность мерительного инструмента все соответствует одно другому ну и финальная часть сборки это совмещение всех звезд меток и так далее он хомут я уже оттуда вытащил коленчатый вал у меня стоит верхней мертвые точки распредвалы предварительно тоже у меня стоят ровно это я сейчас еще дополнительно покажу из всех звезд то есть не старые звезды которые здесь были стоял я их помыл хочу обратить внимание на нем даже есть отметка то есть такая более прямоугольная ну бледная часть это то куда прилегала малая звезда и с этой стороны это вот часть которая прилегала к распредвалу по фланту так я их и поставлю соответственно эти звезды аналогично точно так же собираются механизм собирается легко натяжного устройства самого нет он оставится в конце будет более-менее видно уже хоть как-то было понятно ну то есть вот она поверхность которая прилегала к распредвалу с этой стороны звездочка я ее сюда вставляют примерно сейчас мы ее подкорректируем то есть вот примерно она стоит но видно что у нее регулировки особо сейчас мы это тело исправим допустим на зуб его проверим надо ли на зуб ее ставить допустим вперед тут тоже резиновый демпфер есть который немножко натягивается теперь хочу заметить вот пожалуйста регулировка имеется примерно посередине здесь вот она есть также я сейчас вот пальцем например напрягаю башмак то есть видно что примерно посередине далее устанавливается вот этот вот пластмассовый успокоитель который часть успокаивает большую цепочку и малую цепочку устанавливается здесь при креплении его используется один очень длинный м6 который этаж туда проходит в самый-самый ну и два коротких с торсами с головкой чтобы они потом в последующем не мешали цепи хочу опять же заметь виде как цепь сидит то есть это резиновый демпфер который идет дополнительно немножко натягивает ну и также ответить и тем самым предотвращается повышенный шум работы точнее не двигателя частности механизма газораспределения подтягиваем тут м6 сильно нам затягивает не надо вот они стоят так теперь устанавливается вот этот вот натяжитель гидравлический промежуточной цепи то есть он крепится всего в четырех местах ну то есть три сверху и один длинный снизу вставляется это его точнее это его корпуса сам также тут уже обычная м6 я имею ввиду с головками обычными вставляем далее он затягивается хочу заметить что лучше всего затягивая сначала верхние болты то есть чтобы прижало вниз и потом уже вот этот вот нижний чтобы не создавать каких-то туда ненужных дополнительных напряжений тоже затягивать его м6 с умеренным усилием их тянуть лучшего на всего перетянуть лучше он от этого стоять не будет все дальше далее вставляется пружинка самого гидравлического натяжителя хочу его хочу заметить то есть я его немножко ну я его точнее не мыл его просто протер продукт он был чистый он кстати здесь вот так вот он должен стоять чтобы вот это вот часть кромки была наружу если я не ошибаюсь мы это легко можем проверить ну да потому что с этой стороны алюминиевый ограничитель хочу заметить то есть вот это если тут даже немножко блестяще видно что цепочка тю с этой стороны ограничитель цепи он в принципе он не нужен тут от него ни холодно ни жарко сделали немчики ну пусть так он и будет перед окончательной установкой его можно и нужно смазать хуже пока не мере от этого он не будет он пока так просто далее нужно не забыть поставить вот этот вот флажок это под датчик фаз который стоит здесь в головке хочу заметить особенность конструкции у вас вот смотрите я думаю здесь будет видно что здесь на нем есть ну такое почернение то есть от эллипсных от вину от прямоугольных отверстий звездочки как с регулировкой она была так я хочу заметить м7 болты действия вставляю вот сюда вот вот м7 так вот он я хочу заметить он не шатается влево вправо это говорит о том что когда он становится на распределительный вал он имеет какой-то свой ход но если закрутить например вот этот вот м7 сейчас вот если закрутить хотя бы даже один вот и кузе они до конца буквально наживу то есть хода уже здесь у него нет но тот маленький люфт который есть есть когда заходят да будут стоять четыре болта то есть этого хода не будет в чем особенность особенность в том что по факту вот этот вот флажок он ходит при регулировке вместе с распредвала то есть распредвал вот он имеет свою верхнюю мертвую точку и имеет положение вот этот вот флажок шестерни они как-то подкрутились стали для привода и все потому что это немаловажный момент то есть соответствует четко положение вот этого кулачка и положению распределительного вала кстати где же меня здесь вот есть про . и здесь штамповка то есть вы не перепутаете его вверх ногами я когда-то в свое время делал разрабатывали мы с отцом регулируемую звезду на жигули точнее на chevrolet nivu и вот этот вот момент с положением датчика фаз я старался учить чтобы он тоже за имел свое постоянное положение даже люди писали то зачем оно надо то есть а вот здесь сделано завода так то есть что он имеет четкое свое положение и со звездочкой датчик фаз вот этого служба он не смещается но там датчик здесь просто флажок ну там не датчика такой как магнит далее устанавливаются звезды на их уже предварительно поставил вместе с цепочкой вот они стоят здесь у них есть я их ставил точно также смотрите если вы посмотрите на вот эту звезду вы увидите в отброске здесь большие такие полосы ну то есть то есть она стояла вот на этой большой звезде а здесь такого не заметили то есть это был пуск в пуск это был выпуск то есть вот так вот он и стоял так а ну-ка помоги ко мне запасовать эту операцию просто можно конечно одному сделать но лучше вдвоем не подожди давай я одену цепочку и ты вместе с цепочкой его туда притокишь так вот смотрите тут все это я просовываю сейчас секунду так отпускай отпускай вот смотрите все здесь стоит принципе нормально только его единственное что нужно немножко подкрутить сейчас я его одену чтобы он стал четко на свое положение то есть ну я его просто изначально поставил немножко кривовато о посмотрите он уже вот он стал примерно на свое положение то есть ну вот натяжитель его соответственно натягивает конструкция собрана осталось только и и затем но затяжка всей системы в частности вот этих вот регулировочных м7 часто тебе надо немножко его а вот я буквально чуть-чуть поправил этот флажок с датчиком и все значит затяжка вот этих вот всех регулировочных болтов производится то есть сначала нам нужно и конечно же наживить чтобы они все были на своих местах но затягивается затягиваются они в натянутом положении то есть нужно перед этим поставить натяжитель если по каким-то причинам вы забыли поставить натяжитель или поспешили или затянули как есть то при натяжке цепи после того как вы его поставите он в движении конечно гидравликой натягивается и усилие создает нормальное но для первоначального момента чтобы выставить весь двигатель там хватает усилия штатной пружины то есть если вы затянете вот эти вот звезды не установив натяжитель то потом при установке натяжителя и натяжки цепи звездочка она немножко провернется назад точнее назад потому что цепь натянется то есть выберут 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 выберутся все люфты все 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 выберется и цель звездочка назад провернется соответственно если будет затянута вся система провернется назад вся система и и точности от регулировки никакой далее в самый последний момент ставится гидравлический натяжитель опять же таки его можно и нужно смазать по крайней мере смазка ему не помешает но здесь наш сейчас мы тут не сильно хорошо видно вот он ставится и затягивается тут уплотнительная алюминиевая шайбочка стоит вот он отлично здесь затягивается не совсем показал куда и что но тоже затягивать его здесь сильным большим фанатизмом не нужно вся система в принципе имеет натяжку после чего система хочу обратить ваше внимание то есть она натянута стоит верхней мертвой точке вал но перед тем как затягивать всю систему я хочу обратить ваше внимание на следующий момент значит вот смотрите стоят волы сейчас мы их проверим их не установка значит для начала есть перед затяжки смотрим вон она вот и то есть стоит нормально теперь хоть звезды и ну то есть они еще не затянуты но отмойки а4 болта сюда вкрутил теперь сейчас видите люфта как такового здесь нет он там есть буквально на полмиллиметра может какой-то маленький люфтец может двигатель шатается то есть но он в пределах погрешности то есть сам вот этот вот хвостик он имеет положение распредвала фиксированная далее смотрим на установку валов вот пожалуйста вообще это видно можно делать на глаз смотрите стоят например валы то есть один другому должен быть параллелен так но но здесь вот например видно что не совсем он параллелен а этот стоит немножко запаздывание это сейчас мы спокойно выведем и выводим мы погрешность хочу обратить ваше внимание то есть основной вал это здесь выпускной на него идет первоначальный привод всей системы поэтому начинаем мы с него но вот он сейчас стоит не совсем параллельно сейчас подождите я просто чтобы мне удобно было его надо чуть-чуть вперед подать а ну подай его давай-давай он туго будет кости о стоп нет это много чуть-чуть назад буквально на две копейки нет это много чуть-чуть давай вот примерно его положение так сейчас мы его еще проверим так видите посмотрите давай назад так ну вперед точнее давай о стоп стоп чуть-чуть буквально его задавай это все конечно делается стоп намного легче вот смотрите тут он стоит нормально и здесь он стоит нормально все отпустил теперь проверим нашу метку у коленчатого вала не сбилась али ничего там нет как видите не сбилась то есть вот в этом положении вся система затягивается опять же чтобы не нарушить и не сбить затяжку для ней не на затяжку настройку не сбить система затягивается здесь сначала отведите я совсем рассказать без усилия затягиваем подожди потому что то есть я без усилия ее подтягиваю просто грубо говоря навожу как марафет так потихонечку потихонечку опять же таки затяжка производится с нужны в начале с главного вала у скажем до который идет привод с цепи и затягиваю сначала я затягиваю по чуть-чуть то есть будут опять же таки это м7 тут можно посмотреть штатные регламентные усилия но тем не менее тут кстати были они затянуты очень крепко когда я разбирал раз два три четыре все дальше затягивать тут не нужно теперь затягивается аналогичным способом второй вал то есть я сначала затягиваю ну то есть начало совсем чуть-чуть потом чуть больше же рукой я чувствую и финальный этап затяжки осмы о после всех операций нужно проверить вращаемость ну то есть как все крутится и возвращается и все на место на я сейчас так смотрю что придется нам перерегулировать его сейчас посмотрите не придется может ну то есть все вращается спокойно так и сейчас мы кстати играли youtube можно его ставить по любой верхней точке не обязательно это чтобы был именно 1 и именно 6 цилиндр без разницы они вот она наша вот и мы его ставим и смотрим не сбилась регулировка а ну-ка давайте посмотрим вот она наша от так вот она регулировка немножко сбилась из надо было его предварительно это как часть регулировки то есть обязательно нужно было его провернуть и проверить сейчас попробуем отрегулировать здесь уже немножко проще то есть можно распустить только первичный вал и вся система провернется должна провернуться так но теперь опять проверяем то есть делаем парочку оборотов нашему движку так где наша от и пропустил ладно пропустил так это не беда мы второй раз его найдем вот она вот и а другое дело сейчас я это и покажу увидите то есть нужно провернуть его было разок вот надо не страшно то есть цепь пока началась вон она наше от и переберем разобрал другой штанги на просто более удобнее подлазь и все равно им не работал старый но смотрите все собственно вся регулировка волоса кончено конечно если бы была линейка это сделать было бы еще легче быстрее точнее доброго правильно варяре то есть быстрее но и так вполне нормально все остальное это уже менее сложно сборка двигателя потихоньку близится к финалу на лишь покажу что я поставил разные мелочи то есть на это уже не стал показывать как вот эти вот патрубки оставлю термостат которого здесь не было там передняя крышечка ну и коллектора то есть вот такие коллектора еще раз то есть подчеркну что они очень ограничивают возможности выпуска но к сожалению то есть для этого распредвала в принципе вполне нормально